Сегодня у нас проходит профориентационная конференция для школьников про IT, то есть про информационные технологии. Основная цель конференции это информирование об IT-отрасли, возможностях работы в ней, также знакомство с различными профессиями в IT, то есть выступали представители компании PAM Systems, что за профессия, разработчик, чем они занимаются, тестировщик, дизайнер, ну и также, чтобы, так скажем, школьники определились, самое главное, интересуют ли их информационные технологии. И в дальнейшем, то есть привлекает ли их это, планируют ли они этим заниматься. Один из мастер-классов, который проходил сегодня у нас в университете, это мастер-класс по демонстрации возможностей лего-программирования и роботам Ардуино и Фесто. Дети смогли не только оценить спектр широких возможностей, но также сами своими руками поучаствовали в программировании этих роботов, посмотрели на реакцию этих замечательных устройств на их команды, ну и в конце концов сказали, вау, это круто. Почему вы решили этим заниматься? Чем вам это нравится? Как вы здесь вообще оказались? Мне нравится собирать лего и разных роботов. Вот я и записалась. Вот это, например, ковш. Он управляется за счет дополнительного мотора. Он двигается. Может поднимать разный груз. Здесь есть ультразвуковой датчик. Он определяет расстояние до какого-то объекта. Еще здесь есть два мотора, с помощью которых ездят вот эти колеса. Чтобы дать команду ему ехать, надо включить его и задать там некоторые программки. Нужны ли нам роботы? Это очень такой широкий и философский вопрос. С одной стороны, они позволяют облегчить многие рутинные операции. Известны факты, что есть уже в Японии в целой фабрике телевизоров, которые выпускаются исключительно роботами, весь производственный процесс, только ими. Сейчас наши дети в большей степени ориентированы на использование готовых программ. То есть их роль в этом деле пассивна. В чем я вижу пользу сегодняшнего мероприятия и пользу умения программировать, в том, что человек переходит от пассивной роли к активной роли. И это ему позволяет чувствовать себя не заложником роботов, а лицом, который управляет процессом, контролирует этот процесс, ну и в конце концов является главным в этой паре человек-роботом. Редактор субтитров А.Семкин